Итак, у нас тема сегодня заявлена. Диплом, кому он нужен, нужен ли он сегодня, что сегодня есть профессия журналиста. И говорить мы будем сегодня в рамках проекта Media IQ. Это проект о медиаграмотности, так как вопрос в общем-то насущный. Сегодня такое время, когда мы окружены новой медийной реальностью. Много говорят об эпохе постправды, о фейк-ньюс, обо всем вот этом. И нам нужно наверстывать не только все, что творится с инструментами, новыми технологиями, но также быть вообще в курсе всего, что происходит в любом смысле в медийном и не только пространстве. Поэтому сегодня мы будем пытаться не разбрасываться, а все-таки сконцентрироваться на том, что есть профессия журналиста сегодня и почему. И я хочу представить вам сегодня нашего специального гостя, который приедет к нам из-за Львова, хотя на самом деле он представляет кыргызское издание Клооп. Это Биктур Искендер. Биктур будет завтра давать открытую лекцию у нас в пресс-клубе, поэтому если у вас останутся лично к нему какие-то вопросы по теме, любой другой, он сможет завтра ответить на ваши вопросы. Андрей Левковский, главный редактор комсомольской правды в Беларуси. Алексей Криволап, это исследователь медиа, а также культуролог, и многие те, кто причастны к Иклабу, прекрасно знают, что он ведет курс по медиаграмотности. Далее Анастасия Бойко, сегодняшний мой самодератор, человек, который будет представлять, наверное, интересы как раз того журналистского сообщества молодого и студентов. Настя, студентка 4-го курса журфака БГУ, а также практикующий журналист, работает на Еврорадио. Далее наш спикер это Эдуард Мельников, это исследователь также медиа, журналист и преподаватель ЕГУ. Артем Шрайбман, политический обозреватель портала Тутбай. Денис Блищ, главный редактор проекта «Имена», ну и также блогер. Так, у нас произошла замена, был заявлен от Белопана Дмитрия Новоложилов, но это не он, это Руслан Ботенков, он редактор Белопан. Дмитрий заболел, но Руслан все расскажет, как устроено в Белопан. Юлия Слуцкая, основательница пресс-клуба, а также медиатренер. Я уже представилась, мы будем начинать. Времени у нас не очень много, поэтому очень хочется послушать наших спикеров. И я хотела бы, наверное, начать с того, что попрошу наших практикующих редакторов, медиа-менеджеров рассказать, о каким образом устроена у вас работа в редакции. Кого вы берете на работу? Важен ли вам диплом? Да, начнем, наверное, с, кстати, начнем мы с бектура. Спасибо. Я вообще завтра буду подробно рассказывать, наверное, о нашем издании, поэтому сейчас не буду сильно много деталей говорить. Но я сам трижды был исключен с журфака из двух разных вузов и так и не получил диплом бакалавра даже. Поэтому было бы странно, если бы нашу редакцию брали людей с требованием иметь диплом. И так сложилось в итоге, что у нас практически, наверное, ни у кого... Насколько я помню, вообще у нас ни у кого нет из сотрудников диплома журфака. А у кого-то есть какие-то другие дипломы, а у некоторых их нет вообще. У нынешнего главного редактора Клопа тоже нет образования. Вот. Вкратце так. Ну, то есть для нас именно диплом университетский, он не играет никакого значения, потому что в реалиях Кыргызстана просто он, скорее всего, ни о чем просто не говорит. И мы смотрим больше на другие какие-то факторы, особенно на опыт. Либо мы сами взращиваем в своей школе журналистики. Хорошо. Спасибо. Дальше о том, как это происходит. Говорит чуть позже. Андрей, как в комсомолке? Вы знаете, ну, тут надо, наверное, обозначить, о каких дипломах говорим. Если о дипломах именно журналиста, да, то есть образование журналистка, то не у всех, конечно, да. Если вообще, в принципе, о дипломе, то, наверное, да, у всех. Потому что журналист, ну, он должен быть грамотным и образованным человеком. Наверное, высшее образование все-таки ему эту грамотность, но грамотность не только в плане, там, написания правильного, да, слов и расставления, расставления знаков препинания. В принципе, грамотным по жизни во многих сферах. Вот. Поэтому дипломы, да, есть. По поводу журфака, именно журналистских дипломов, журналистского образования, знаете, это больше относится у нас, в нашей редакции, к молодой генерации сотрудников. Вот у молодых журналистов очень, ну, большинства есть дипломы журфака. Те, кто постарше, ну, немножко другие времена были. Люди по-разному приходили в профессию, по-разному приходили к тому, чем они сейчас занимаются. Вот. Поэтому там, конечно, журналистов по образованию гораздо меньше. Наверное, мы передадим микрофон Денису. Почему сразу мне? Ну, мы к практикующим, да. У меня уже есть. Я закончил журфак в четвертом году, 15 лет назад, и, ну, к этому, как бы, отношусь достаточно свободно. В редакции сейчас, я сейчас просто, когда коллеги говорят, я сижу и думаю, я не знаю в редакции у кого какие дипломы. Никогда особо этим не интересовался. Если речь идет о приеме на работу, то спрашиваю, есть ли диплом у человека. Это, на мой личный взгляд, говорит, если он есть. О том, что человек, в общем-то, ну, решил, как бы, задачу хотя бы закончить вуз. Это не так-то и просто. Даже если это журфак, это, в принципе, говорит о какой-то там целеустремленности и умении завершать начатое. Поэтому, в принципе, полезный скилл. Вот. Еще один важный момент. Журфак, ну, или, наверное, любой другой факультет дает определенно такую оффлайновую сеть. И человек, который закончил университет, в общем-то, уже, в принципе, обрастает каким-то связями полезными, а это всегда в нашей, как бы, профессии важная штука. Поэтому, скорее, да, чем нет, скажем так. А когда работали в онлайнере? У большей части был факультет журналистики диплом. Почти, я думаю, что у всех. Настя, вопрос, да? Вот тут такое мнение, что онлайнер вообще практически не берет практикантов, скажем так. Я сейчас ничего не буду сказать про онлайнер. Ну, а вот когда вы были главным редактором? Да, почти никогда не брали практикантов и вообще даже не сотрудничали почти с внештатниками в предчайших случаях. А вот с чем это связано? С тем, что такого рода ресурсы, как онлайнер, это конвейер, который не может остановиться, если что-то пойдет не так. То есть нельзя его останавливать. Поэтому внештатники и практиканты — это фактор риска, скажем так. Ну вот, кстати, у меня был как раз такой вопрос. Может быть, это вот вопрос и к Андрею, и к вам. А на какой вообще риск идет редакция, когда берет бывшего студента, вчерашнего студента? И могут ли быть оправданы эти риски? Ну, я думаю, что прямо сказать, что это какой-то риск, там, если брать бывшего студента в штаб, то я не думаю, что это прям какой-то супер риск. Конечно, многое зависит от человека. Да, нужно ожидать, что придется чему-то учить. Определенно вчерашний студент многого не умеет, даже если он там практиковался как-то успешно где-то во время учебы. Ну, разве что придется потратить какое-то время там на объяснение каких-то вещей. Но в целом я не вижу там прям совсем какие-то проблемы. У нас другая практика. Мы, в отличие от некоторых СМИ, наоборот, на практику берем всегда с удовольствием, берем очень много людей. Бывало бывали когда-то годы, когда там журфак отправлял по 25 человек к нам, да. Но это все не страшно в том плане, что, знаете, приходит 25, через два дня их становится 10, через три дня их становится 5, и в итоге реально остается 2-3 человека, которые постоянно приходят, постоянно что-то делают, постоянно теребят редакторов, за которыми их закрепили, потому что тоже никто не будет стоять над тобой, да, там придумывают тебе темы, задания давать. То есть нужно, конечно, дергать людей. Все заняты своей работой, но найти минутку, получить задание, дать почитать свой текст, выслушать какие-то замечания, на это время найдется в течение дня. И вот такие самые упорные они остаются. И это предложение вот этого, ну, ответа на вопрос, берем страшно или не страшно брать без опыта. Так получилось, что все, кто к нам попал после вуза, после журфака, это все люди, которые были у нас много лет на практике. Есть даже люди, которые, будучи еще школьниками, приходили к нам, писали какие-то заметки, с этими заметками шли, поступали на журфак, предъявляли их при поступлении, и потом приходили к нам на практику много лет, и в итоге попали в штат редакции. То есть таких людей очень много, на самом деле. Спасибо. Я попрошу Руслана вот ответить, как в Белопан, с дипломами именно и журналистскими вообще. На это мы не смотрим. У меня инъяс, как, собственно, и у вас. Вот это не мешает мне уже 29-й год быть профессией. Я начал, когда еще школьником был. Вот главное у нас, человек может писать или нет, обучаем ли он, и готов ли он работать с 9 до 6, сейчас вот до двух обед, а тогда, когда это нужно. Вот. К нам обычно приходят либо люди уже подготовленными, как бы смотрим, где они работали, как они работали, либо практиканты у нас тоже были, и они стали потом. Паша Свердлов, ты у нас был практикантом? Вот, было тоже дело. Вот. И поэтому этих людей знаем, как бы диплом. То есть бывает так, что человек из журфака, но он не может ничего, он не обучаем. Вот. А у людей бывает образование, ну, совершенно экзотическое, но они, тем не менее, работают, пашут, учатся. А какое самое экзотическое образование в Белопане было? Сейчас даже не вспомню. Почему не вспомню? Потому что мы не заглядываем в эти личные дела, то есть у кого что. То есть мы смотрим на опыт. Ну, у кого-то что-то есть, понятное дело. Кто-то работал, приходил у нас, ковры продавал, кто-то еще что-то такое. Ну, получалось так. Но, тем не менее, люди работают, обучаются, вопросов к ним нет. Я про Белопан тоже хотел добавить. Я там работал пару лет. И помню, Леша Орешко, это тоже редактор, как-то мы вот с ним и в целом в коллективе обсуждали, у кого какое образование, и Леша понадобилась минута, чтобы вспомнить, какое у него… То есть он прям задумался, а я-то что закончил, какой у меня диплом был 15 лет назад. Ну, то есть это действительно, мне кажется, вторично. Я могу добавить из своей практики, что мне кажется, что все-таки лучшие журналисты на моей памяти получались из людей, у которых хорошее какое-то базовое образование, но, простите, все-таки чаще, а не журфак. То есть это экономисты, палитологи, физики были у нас, например. Да, то есть даже не обязательно только филологи. И вот, как правило, если такой человек с таким образованием переходит в журналистику, то хороший результат получился. Ну вот, а если смоделировать ситуацию, например, в этой редакции нужен человек, который будет писать на экономическую тематику. И кого все-таки редакция предпочтет взять? Экономиста, которого можно научить писать, избавиться от этих канцеляризмов? Или все-таки журналиста, который просто разбирается в теме и умеет хорошо писать? Это, наверное, к редакторам все-таки вопрос. На самом деле, если человек, этот журналист должен иметь какие-то связи. Эти связи нужно нарабатывать. Если он готов не только работать с пресс-релизами, но идти, как говорит, в народ. У нас есть такой человек, такой Дима Заяц, у которого каждый день какие-то переговоры, какие-то инсайды. Человек как бы занимается журналистиком, экономикой. Он очень хорошо разбирается. Есть вещи, которые он дает самой первой. И как бы работа его очень устраивает. Мы его не видим, не слышим. Раз-два в месяц он приходит в офис. То есть он работает в полях, и к ним вопросов нет. Касаемо экономистов, очень многие пишут сами. Вот тут же Леонид Зайка спокойно может написать колонку. Все будут в восторге. Там Норманчук, который и экономист, и журналист. Тоже я, кстати, закончил. То есть тут либо так, либо так. Эти два пути, они нормальные. Единственное, что людей нужно, экономистов нужно учить писать, а журналистов нужно учить разбираться в экономике. Это возможно. Тут зависит, во-первых, от человека. Потому что, наверное, не каждого экономиста можно научить писать, и не каждого журналиста можно научить экономике. И зависит от издания. Какой уровень погружения, какой уровень понимания темы нужен. Одно дело, когда это специализированное экономическое издание, это один уровень. Другое дело, когда комсомолка, когда мы пишем в основном на какую-то экономику бытовую, и бытовым языком, ну тут уровень такой глубокий. Может, образование экономическое и не обязательно, скажем так. Мне кажется, вот сегодня у нас один из наших спикеров, Артем, с отличным таким опытом как раз такого человека, который пришел в журналистику, потому что что? Почему? Потому что понял, что тот, что я учил, а я учил международное право, ну и право в целом, это не мое. Я вот просто прошел курс гражданского права, это такая азбука для юристов, и после нее ты обычно понимаешь, хочешь ты заниматься этой профессией или нет. Я понял, что не хочу, сел за стол и подумал, а чем же я хочу заниматься, словил себе на мысли, что у меня нет хобби, кроме как читать новости, какую-нибудь политические статьи, и подумал, что ну почему бы не попробовать. Вот так это примерно и получилось. Третий или четвертый курс это был. Вот. Вот такой ответ. Не хочу просто много времени забирать. Нет, тут на самом деле, что потом, просто мы подслеживаем за нашими спикерами, поэтому была же и стажировка на BBC. Ну это сейчас было. То есть это какой-то уже апгрейд навыков. Да, но это не совсем связано с образованием, это скорее желание посмотреть, как оно у них. Но это, опять-таки, я стажировался в русской службе BBC несколько месяцев, и это было буквально полгода назад, меньше даже, несколько месяцев назад. И это, по сути, русская СМИ в эмиграции. Это не британская СМИ как таковое. Там нет настроения, ощущения, что ты работаешь в западном СМИ, кроме того, что западное здание, и на других этажах люди разговаривают на английском. В офисе это русская СМИ в эмиграции, ты себя ровно так и чувствуешь. Все очень удивляются, когда слышат от тебя русскую речь, но ты говоришь, что ты ничего не понимаешь о России. И как, подожди, ты же по-русски говоришь. И вот такие вещи. Артем, а кто вас учил вот этим всяким журналистским именно таким приемчикам, навыкам? Я не знаю, можно ли здесь называть имя альтернативной пресс-площадки в СУИ, но это были курсы БАЖ. Нужно, мы их приглашали, к сожалению, они все в Вильнюсе оказались. Вот, да, кстати, поездки в Вильнюс и курсы, которые проводят БАЖ, я не знаю, думаю, до сих пор их проводят, по новостной журналистике. Я помню, Юрась Карманов, журналист, сошли этот пресс, учил меня писать заметки, по сути, новостные. Потом я пошел в Белопан, и они дали... Это такая... Мне кажется, у любого журналиста, практикующего, должен быть опыт работы в новостном агентстве. Это база, которая закладывает некий каракас своих знаний на любой другую занятость в журналистике, кем бы то дальше уже ни было. Новостное агентство – это то, что нужно для начала. И вот Белопан был той школой журналистики для меня. Вот как-то так. Я предлагаю посмотреть сейчас фрагмент, который прислал нам продакт-менеджер The Bell, наш частый гость Александр Амзин. Литературу, которую читают на филфаках и на журфаках, а буквально тренировками и ударами по голове за 2-3 месяца. Поэтому нам следует понять, а что мы в течение 4 или 5 лет пытаемся вложить в головы наших студентов. И мне кажется, что существует огромная нехватка менеджеров. То есть, если бы мы выпускали не 100, допустим, журналистов, которые пригодны только для того, чтобы писать новости, а выпускали 100 начальников отделов, это был бы совсем другой калинкор. И сами по себе медиа были бы гораздо более эффективны, потому что именно, ну, очевидно, да, что при такой схеме людям пригодится и широкий кругозор, и умение планировать, и умение разбираться в редакционных технологиях, и огромное количество этических норм, на которые очень часто линейные авторы просто плюют, не понимая, зачем они им нужны, потому что только с властью приходит ответственность. Собственно, это все я сравниваю, ни в коем случае не милитаризую, но я сравниваю это с офицерской школой. Высшее образование должно давать что-то сверх того, что могут дать курсы, а обучение новостных журналистов линейных, это решается курсами. Спасибо. Я скажу, что меня волнует. Меня, например, очень сильно волнует, вот мы сейчас все, по-моему, пришли к тому, что без вот этой практики в реальных редакциях очень трудно стать журналистом, невозможно, никакого образования не хватит. А в силу того, что наш медиарынок не слишком развит, у нас не так много есть редакций, которые пропускают через себя вот этих самых стажеров. Не потому что не хотят, просто чаще всего не имеют ресурсов. И вот это, мне кажется, проблема, что редакции, через которые реальному, в которых можно пройти школу, можно пересчитать на пальцах. И вот я бы тут попросила очень нашего гостя высказаться, потому что это как раз пример медиа, которая взращивает. То есть я вот сколько читала про Клоп, вы очень трепетно к этому относитесь, и вы взращиваете журналистов, это сознательная политика. Я вдогонку хотела добавить, вот вы начинаете их брать в 15 лет. То есть это как-то чем раньше, тем лучше. То есть возраст не 18. Ну, наверное, надо мне немножко бэкграунда рассказать. Все началось с того, что я сам начал в довольно раннем возрасте заниматься журналистикой. И вообще, если честно, я очень большой апологет того, чтобы образование, именно образование в том смысле, что получение знаний и обучение. Проблема именно в том, что журфаки в Кыргызстане, по крайней мере, не занимаются образованием. То есть это давно стало такой профанацией, когда люди идут туда учиться. Такое ощущение, что больше ради диплома и корочки, чем ради того, чтобы реально журналистами стать. Или, может быть, даже кто-то хочет журналистом стать, но где-то примерно в первом курсе понимает, что там не особо это получится. И мне повезло с тем, что когда я был сам в 11 классе еще, я начал ходить в одну студию, в которой мы делали настоящую телепередачу, которая выходила на настоящем канале. И у нас были очень клевые тренеры. Одно время CNN с нами сотрудничал и привозили нам тренеров и так далее. То есть мы работали с теми, кто на самом деле выпускал настоящий контент. Мы сами выпускали настоящий контент. Нам было тогда лет как раз от 15 до 18, где-то так. И потом я, когда поступил в университет, в 17 лет я поступил в самый лучший, наверное, в УЗ в Кыргызстане, какой есть. Он называется Американский университет в Центральной Азии. Страшно переоцененный. Вот. И как выяснилось. И это выяснилось, собственно, пока я там учился, потому что мне было с чем сравнивать. Была эта студия, была эта организация, где реально мы получали знания, опыт, практику и связи, в том числе тоже. Это действительно все очень важно, что до этого говорили другие спикеры. Университет просто этого всего вообще не давал никак. И в этой студии нам доверяли очень клевую технику. На тот момент это была, типа, очень крутая камера и там монтажное оборудование и так далее. А в универе были какие-то жуткие совершенно VHS старые аппараты, которые нужно было как-то там получать через кучу разрешений и так далее. И, по-моему, первый раз нас подпустили к этим камерам, типа, на третьем курсе. И не было никакой практики, которая подкрепляла бы это все. И да, вот так и получилось. И когда я понял, что мне грозит исключение, потому что я туда не ходил в универ, мне было скучно очень, но я не ходил в смысле не потому, что я чем-то левым занимался, а потому что я реально практиковал журналистику все это время, то тогда же примерно у нас возникла идея с моим другом, с которым мы ходили вместе в эту студию, что мы хотим открыть курсы по онлайн-журналистике. И вокруг этих курсов клоп и был построен. И поскольку мы сами были когда-то взращены, там, типа, лет в 15-16 нас с нами начали заниматься, то мы решили, что почему бы нам самим тоже не заниматься с людьми, начиная с такого возраста. И на практике это оказалось очень круто, потому что у нас в первом же наборе был там парень, ему было как раз 15 лет, и он страшно увлекался политикой. И это был период очень турбулентный в Кыргызстане политически, и он пошел на все эти выборы. И потом он пришел с корочка парламентского корреспондента, и мы такие, вау, он поставил рекорд тогда. А в 15 лет став официальным парламентским корреспондентом. Он ходил все время депутатов, донимал, и делал очень классные материалы о том, как, не знаю, происходит раскол в правящей партии или что-нибудь такое. Вот. И да, и поэтому у нас вообще с аршеклассниками всегда классно было очень работать, потому что у них времени больше свободного. И если они чем-то интересуются, они прямо готовы это делать допоздна, и очень много сил уделять этому. И, может быть, просто им не хватает среды, где к ним относились бы всерьез. Мне кажется, они часто попадают в среду, где на них все время сверху смотрят. Учителя в школе и так далее, родители, может. А тут была такая среда, где к ним относились как к взрослым людям. Они это очень ценили, я думаю, по-своему. И готовы были учиться и очень много вкладывать. Виктор, но вы же еще и проводите свои до сих пор курсы, да, журналистов. Да. И потом оставляете их себе, куда они потом переходят. Это зависит от того, сколько у нас есть мест. Ну, в смысле, да, мы, в принципе, половина, наверное, журналистского штата Клопа, какая есть, это наши выпускники, наши собственные. Нынешний главный редактор, LDR, который тоже без диплома вообще никакого, он к нам пришел в 17 лет и тоже поступил он как раз в этот университет, АУЦА. Я ему сказал, слушай, неповторяемых ошибок, знаешь, лучше сразу уходи оттуда. Потому что ты не сможешь просто это все совмещать. Это, ну, практика показывает. Потому что он просто очень клевый был с самого начала. Он очень быстро начал как-то все схватывать. И я ему говорю, ты знаешь, ты знания получишь здесь, при журналистике, у нас. АУЦА, наверное, тебе ничего не даст. И поэтому лучше сразу уйди, чем платить там бешеные деньги, которые они просят за каждый год обучения. А старшеклассникам обычно мы говорили, что, и тоже эта мысль звучала, что лучше поступите на какой-то факультет, который будет связан с тем, о чем вы будете писать в дальнейшем. Или то, что вам интересно. Идите на политологов, не знаю, если вы будете политику освещать. Или вообще что-то очень специфическое, что вам реально искренне интересно. Но не на журфак, потому что там, скорее всего, у вас отобьют желание быть журналистом. Я видела сейчас улыбку Алексея. Алексей, расскажите, что вы думаете вообще об образовании как таковом? Потому что Еклаб – это же альтернативное образование, с одной стороны, да? Да, добрый вечер. Я думаю, что русский, белорусский, я разумею, что Бектур тады не сразумею. Но я, когда потом смогу все... А, все трымается, тады выдатно. Мне подается, что мы тут блытаем две вельми значные речи, которые все же таки отразливаются. Это адукация и тренинги. Когда мы скажем про журналістику, как ремесло, как некую выключную практику, что мы делаем вот это вот так, то безумно мы можем пройти 10, 5, ну, сколько за угодно, семинаров, воркшопов, мастер-классов, названий, ну, назвы на ваш густ. И человек отрымает пэлные навыки, приемы, как выкористовывать камеру, ВХС, ци там бетакам, ци там некие іншые, больше сучасные, отпаведно, речи. Але, калі мы кажем про то, что адукация, гэта нешта, ну, як бы, адрознів, гэта нешта іншая. Гэта не просто то, что мы можем узять и зрабіць, ну, як бы, некую конкретную реч. Ну, мы можем параунаць, я разумею, мож быть, гэта не зусім карэктна парауноваць медицину і журналістыку, ну, але, можна, да, гэта так больш, ну, як бы, ну, такая метафора можа адтрымацца. Што, калі мы кажем пра, мы можем приходзіць да такіх самародкаў, які могуць ўсё лекаваць самымы такімі незвычайными речамі. Ну, іх будзе нешта адрымовацца, але яны не будзець меть ніякой медицинской адукацыі. Пакуль з нами ўсё будзе добра, мы будзем им верыць. Як толькі мы сутыкнямся з тым, што, ну, як бы, нешта не адапамагаў, ў нас адразу узнікне шмат пэтаў, така чэму так? Ті можам мы некім чынам адапамахчы. І, як бы, мне падаецца, што праблема университета, ну, вось, як бы, не ў тым, што там, ну, як бы, як бы, так, старая матеріальна база, ну, там, не тыя камеры, ці, не тыя, як бы, рэчы. Праблема ў тым, ну, як бы, якую роль, якой месця журналістыка займае потым ў грамадцыі. Тыбок, журналісты мусяць рабіць што? Як бы, калі дакладна, гэта, мы можам адказаць сабе на гэтае пэтаўне, тэдым будзем разумець, ця адпавідае сёня таеці іншы курсы, альбо таеці іншы адукацыў сферы працы з медыя, альбо людзям неабходна шукаць некай дадатковае, там, не ведаю, воркшопы, дадаткову адукацю, дзе таго, каб навучыцца, як выкарыстоваць некі новыя технологіў. Ну, калі, коротка. Настя? Вот, на самом дзеле, вы прям предугадалі мой вапрос. Я хацела сказаць, што мне, наверное, повезло, так же, как повезло Бектуру попасть в студію, а мне повезло пасле первого курса прайти практику на Тутбае и сразу же попасть вот в эту, ну, для меня тогда очень большую журналистику, очень серьёзную журналистику, мне попались очень классные люди, и вот журфак, конечно, с этой точки зрения проигрывает, потому что больше знаний я получала на лекциях в пресс-клубе, на курсах в БАЖе, и вот у меня теперь вопрос к Эдуарду. Скажите, пожалуйста, а вот как журналистики учат в ЕГУ? Ну, я поясню, ЕГУ – это Европейский гуманитарный университет, который с 2005 года работает в Вильмесе. Может быть, кто-то знает, да? Я хотел бы немножко сначала вернуться к основной линии дискуссии. Коротко, я помню, модератора предупреждения. Значит, давайте вспомним о том, что если мы спрашиваем, нужен ли диплом журналисту, мы тогда тем самым как бы подразумеваем, что вообще существует такая профессия журналиста. Но она существует по кодификатору профессии в Республике Беларусь, а вообще говоря, де-факто, она существует уже больше 400 лет, считается 1609 год, а Ухсбург – первая профессиональная газета, не говоря уже о древних римлянах. Профессия есть. Следовательно, ей нужно обучаться. Но я понимаю происхождение вопроса. Сейчас медиа изменяется так стремительно, технологически, что действительно размывается все. Наше журфаковское образование, мое, например, оно в пыль давно превратилось. Если бы я не научился учиться каждый день сам по себе, я бы давно уже был где-нибудь на свалке истории, как раньше писали советские пропагандисты. Действительно, нужно учиться все время. Пожизненное образование. Сейчас есть такая концепция, медиаграмотность и все остальное прочее. Чем хорошо базовое университетское и журналистское образование? Тем, я так заострю, чтобы вы меня поняли, как молодые люди, тем, чтобы вы не перепутали в тексте голливудского Рэмбо от французского поэта Артюра Рэмбо. Вот как минимум хотя бы. Примеров можно много привести. База должна быть, бэкграунд, гуманитарный. Журфак великолепен тем, что дается классическое университетское филологическое образование и вузовские курсы русского, белорусского и иностранных языков. Замечательно. У нас всего этого нету, и это чувствуется. С другой стороны, когда я вижу, когда, например, на уважаемом сайте пишут, не поймали, а споймали коррупционера, я вижу, что эти люди не учились в университете. С другой стороны, 4 года тратить или 5 лет на университетское образование действительно расточительно в наше время. Это я понимаю. Действительно, многие говорят о том, что лучше вы можете получить несколько свидетельств о прохождении курсов, факт-чекинга, еще чего-нибудь, много-много разных конкретных ремесленных умений, тулс, инструментов, что называется. Так вот, у нас в ИГУ есть и то, и другое. У нас есть базовое философское образование, социологическое, правовые языки на уровне иньяза и есть медиахаб, так называемый. На базе литовского телевидения и радиовещания наши студенты получают, ну, это просто там физически находится, вся остальная техника – это наши, самые современные камеры, монтажные устройства, все остальное прочее. И вот я сейчас поеду в марте, очередной заезд, буду неделю с ними работать по предмету тележурналистика, там будут аудиторные занятия и будет практическая работа по подготовке собственных репортажей. Так что конкретно к нашей теме вот так у нас организовано. Кроме того, я читаю медиаграмотность, основы журналистики читаю, ну и некоторые другие предметы тоже. Если коротко, вот ответ на ваши вопросы и отношение к постановке проблем. Спасибо. Есть какие-то реплики у наших спикеров? Да, Артем. Короткая реплика. Я не учился на журфаке, но все, кто учился, знали, что я сюда приду, просили передать, чтобы я покритиковал журфак. Не буду этого делать, я думаю, это уже некоторые коллеги за меня хорошо сделали. Я на самом деле служу очень эмпирически. Вот я работаю в Тутбай, и у нас где-то половина редакции, может даже чуть меньше, имеет журфаковское образование, половина не имеет. И я не могу сказать, где какая половина. Они не отличаются. Журфак, я к чему это говорю, что журфак не дает практическому, практикующему журналисту, на практике так это получается, никакой добавленной стоимости. По сравнению с человеком, который закончил другой вуз, или я даже не знаю, что закончил этот человек, и заканчивал ли. Я уверен, что на журфаке есть очень много бонусов, которые дают от вуза. Это сеть контактов, о чем Денис Петрович справедливо сказал. Это базовое гуманитарное образование, некоторая литературная грамотность. Но другие вузы тоже дают сеть контактов. Если ты там пишешь свои работы, а не и другие работы, какие-то не дипломные, не курсовые, а просто работы, а не копипастишь их, то они дают и какое-то минимальное представление о том, как грамотно писать. И в отличие от журфака, они еще дают тебе более глубокие знания в какой-то конкретной области чаще всего. Право, экономика, социология, политология, психология, что угодно. И поэтому мне действительно сложно понять, чем, если человек хочет пойти в журналистику и заниматься какой-то конкретной сферой, жанровой или тематической в журналистике, чем он руководствуется, выбирая журфак, мне, например, непонятно, потому что если у тебя есть много лет, и ты можешь получить несколько образований, здорово, но если стоит выбор между тем, чтобы получить какое-то профильное образование и получить общегуманитарное образование, то я бы, наверное, предпочел сделать так же, как я сделал. Пойти в свою другую профессию, разочароваться в ней, но хотя бы получить некий багаж знаний по этой профессии и потом научиться журналистике на практике в течение нескольких месяцев. Потому что месяц в редакции, активно работающего СМИ, я думаю, дает больше, чем год на журфаке. Можно я про передачу микрофона добавлю своих пять копеек? Дело в том, что, очевидно, мы сейчас имеем дело с феноменом вообще преобразование классической журналистики в нечто совсем иное, в медийную деятельность. Потому что сейчас столько этих инструментов, что действительно нужно уметь не только писать, не только редактировать, не только создавать контент, но и многое-многое другое. Можно блестяще создавать контент, но не уметь его продвигать, не создать площадку, на которой тебя увидит максимальное число людей. И это не совсем журналистика, это уже медийная деятельность, более широкое понятие. Вот этому не обязательно учиться в классических университетах, может быть, практически в школах, тренингах, международных, национальных, там, каких угодно. Это да, действительно. Я, если можно, добавлю. Я в этой дискуссии вот на стороне Артема, как тоже человек, который не заканчивал журфак, я заканчивала философский факультет БГУ. И мне очень импонирует немецкая система образования журналистского коллеги, наверное, многие знают, когда не существует журфака, а существуют школы при крупнейших издательских домах, типа Аксель Шпрингель, Вездойченг, Банни Цайентунг и так далее. И, то есть, крупнейшие, сильнейшие делают у себя школы. Туда приходят люди, которые бакалавретатуру закончили по другим специальностям. Они проходят практический курс, и те, кто делает школу, отбирают себе сливки, собирают лучших, приглашают. Ну, а люди остальные, которые не удалось попасть там, например, они по всей Германии разъезжаются и работают в других медиа и развиваются. На самом деле классная система. Но мне кажется, что я тут соглашусь с Эдуардом, что действительно очень стремительные изменения, и, наверное, ни одна система образования сейчас не в состоянии адекватно ответить на это. И поэтому вот именно неформальное образование, онлайн-образование, снятие вот этих наших дурацких языковых барьеров, это путь. Сегодня у нас столько возможностей, что только бери, только находи для них время, пользуйся. Я добавлю Юлию. Значит, в Германии с такой понятием волонтериат, то есть два года человек работает в газете, одновременно учится. Я вспоминаю, как меня самого приглашали почитать какую-то лекцию, но там вообще была дикая тема, экстремизм и все остальное. То есть у них есть время поучиться. Единственное, что они заканчивают образование намного позже, чем у нас, то есть 28-32 года, они там считаются молодыми журналистами, и вот в это время они там заканчивают. Половина, конечно, отсеивается, кому-то зарплата не устраивает, но там даются базовые знания, то есть помимо того, что они ходят, занимаются практической работой, у них постоянно какие-то семинары, сессии, и этим занимаются именно газеты, крупные издательства во всех землях. И вспомнил я то, что сказал наш киргизский гость. Я вспомню, в 90-е годы, когда знамя юности еще, начало 90-х, в главном программическом корреспонденте в 19 лет был такой Юра Сверко, звезда, если кто-то помнит. То есть на самом деле дело не в возрасте и даже не в болезнях, да. Поэтому, ну или Бережков, который 26 лет организовал газету «Престбол», хотя он, кстати, уже факт закончил. Я внезапно сейчас похвалю журфак один. Сильно противовес тому, что я говорил до этого. На самом деле, мне однажды только довелось встретить на постсоветском пространстве университет, который меня очень впечатлил. Я оттуда как раз прилетел сейчас. Украинский католический университет. Есть такой во Львове. И у них очень классная школа журналистики. И с 2014 года я регулярно туда приезжаю. И один из их принципов мне очень симпатичен в том, что они принципиально не стали открывать бакалавриат по журналистике и решили, что у них будет только магистратура. Мне кажется, это чем-то как раз похоже на то, о чем сейчас рассказывали. То есть это могло бы... Это такой некий аналог, наверное, как раз немецкой модели, только без издания. И у них очень гибкий подход к расписанию студентов. И очень много упора на практику делается. При том, у них как бы нет своего издания полноценного, кроме радио. И, я имею в виду, печатного издания нет у них и онлайн. Но очень много связей у тех людей, которые стоят за этой школой журналистики с ведущими СМИ Украины. И поэтому ребята могут публиковаться. В них уже по ходу обучения. И мы себе на работу взяли в редактор. И девушка, которая выпустилась оттуда в прошлом году, мы ее сразу взяли в редактор, потому что у нее просто шикарная была подготовка. То есть она переехала в Кыргызстан из Украины. Это, по-моему, впервые в истории случилось такое. Но все же, да, и мы абсолютно были уверены, что мы берем человека, который максимально подготовлен к тому, чтобы быть у нас, в общем, на одной из ключевых позиций вообще в нашей редакции. И этот пример, наверное, вдохновляющий, потому что там действительно очень эффективное образование получилось. Но чтобы это случилось, во-первых, там очень большая роль личности, которые стояли за этим, которые сами практикующие журналисты, которые добились того, чтобы от руководства вообще в целом всего университета, чтобы им позволили вообще такую гибкость. И поэтому там иногда чудесные вещи были. Допустим, в прошлом году одна из дипломных работ одного из студентов была по теме вот этих видео для соцсетей с гигантскими субтитрами, или так называемые caption-видео. Он реально об этом сделал дипломку. И его сразу же взяли в Украинскую службу радио Свободы, в диджитал-отдел, где он, собственно, сейчас этим и занимается, то, о чем он писал дипломку. Мне кажется, это тоже очень классный пример того, как человек на практике потом делает то, что он в дипломной работе защищал. Часто очень такого близко не происходит. Но, опять же, там большая роль отдельных каких-то личностей, которые просто позволили этому случиться. В целом, мне кажется, система, она в основном в остальных странах очень сильно тормозит в этом плане, то есть не успевает вообще за тем, чтобы следить за этим. Я поддержу очень Биктура. Львовский католический университет действительно прекрасен, их журналистское образование. И даже позволю себе рекламную паузу. Обратите внимание, в прошлом году они набирали студентов из Беларуси. У них даже были стипендии для студентов из Беларуси. Я не знаю, будет ли это в этом году. Если будет, но мы пишем об этом. Если вы следите за рассылкой пресс-клуба, то получите. И еще обратите внимание, чем они еще классные, что у них лекции читают реальные практикующие журналисты, редакторы из The Guardian, BBC, New York Times и прочее, прочее. Естественно, на английском. Учите английский, ребята. Никто там это все не переводит. Надо быть в языке. И еще, что делают классные львовяне, они делают в мае большой медиафорум. Это очень, по-моему, лучшая на постсоветском пространстве большая медийная тусовка. И как раз сейчас открыта регистрация. Туда можно купить билеты, поехать во Львов в мае и со всеми этими людьми пообщаться, все эти лекции послушать. Для тех, кто действительно хочет заниматься журналистикой, кого этот мир завораживает, лучше нет. Добавлю, раз у нас пошло про лучшие примеры, есть, мне кажется, еще один на постсоветском пространстве очень интересный пример. Это грузинский институт джипа называется. Вот это тоже очень классные ребята. Очень гибкие, очень современные. И вот мы были у них в гостях, мы с ними общались. Программы обновляются просто вот в режиме каждого полугодия. То есть они апдейт делают просто в режиме онлайн. Вот потребности рынка. Кстати, тоже они нам говорили, по-моему, что они готовы расширяться и набирать студентов, не только своих. Алексей, расскажите, вот что вы на ваших курсах, вы же ориентируетесь не на журналистов, вы ориентируетесь просто на молодых людей. Но вот после вот этих всех знаний о медиаграмотности, вообще о визуальном, о том, как это все работает, вообще после ваших курсов люди уходят вообще в журналистику как-то? Ну, я не ведаю, если ходите на журналистику. Я могу сказать про тое, чым, например, ну, как бы вы сказали про тое, где шукать, как шукать, и те шукаем мы. Есть, как бы, ну, мы все так иначе зараз шукаем ту информацию, какая нас цикавить у интернете, але не все йогурты однолькава корыстные, так бы мовить. Не все тое, что вы знаходите у интернете, однолькава, ну, как бы, падыходить для того, как написать диплом курсовую, альбо включить гэту свой журналістский текст. И, вось, основное питание, ну, как бы, навучить студентов адрознявать, гэта не только зараз про ЕКЛАБ, гэта, как разумею, агульная задача для усіх сегодняшних університетов, якая может быть вырешена с допомогой курсов по академическому письму, когда люди будут адрознявать тое, что они знали, то могут они гэту використовывать, и, ну, как бы, у какой якості. Калі вы пішэці академічны тексті, можэці вы використовывать некі публікаціі, тексты, які зроблены ананімна, невядома дзе, невядома кім, невядома калі. Для того, каб падшытаць, калі у вас ёсць вольний час, мы можэм гэта зарабіць, гэта ж не заборонена, але калі мы спрабуем зарабіць некую, ну, як бы, я не ведаю, ну, нехай там не на віну надрукаваць, там, надзмістіць на сайці, а некі академічны текст, мы мусім карыстацца пэлнамі, адпаведнамі, релевантнамі для гэтага карыніццамі. І вось, як гэтаму, пасуднасті гэта то, шаго пачынаецца медая пішмэннаць. Калі мы казалі, ну, скажам, год 20 таму, ці можэ быць, на вад 102-120 таму, пішмэнны чалавек гэта той, хто мох чытаць. Калі вы ведалі літеры, яшэлі абш лічбы, маглі рабіць з імі некімі там арифмітычныя ці, некі іншая апірація, вы балі амальшто аддукаваным чалавекам. На сёнішній момент, калі мы умеем просто чытаць, слухаць, мы разумеем мову і можам зразумець, што мы там убачыли, пачыли, але мы не можам крытычна ставіцца да той інформація, якую мы атрымоваем, то мы не зявляемся більш пісмэнными. Як бы формальна мы зявляемся пісмэнными, але пры гэтам гэта нам нічым не да поможа. Тому вось гэтам асновная задача, як для журналістаў, як бы як ніяк не ператварыцца, ну скажам так, ў 90-е шмат хто з журналістаў была такая праблема, я так разумею, што на сёнішній момент гэта праблема перакачывала ў каналы в Теліграмі, калі раней журналісты выкарастовыліся ў якасці так званых сливных бачков. Тобу калі вам было неабходна змістіць некі компрамат і чорный піар, вы аддавалі правильному чалавеку некі сэнсаційны, фенамінальныў видеокасету, ці што-небудь іншы, ну і адпаведна з'являліся журналісткі расследувані і гэтак далі. Сёня наўпрос мы можам стварыць і просто чытаць ананімны Теліграм-каналы, можам верыць, можам не верыць, але зноў такі па велікам рахунку гэта значная праблема для журналістыкі, якая звязанна з давером. Тобак, мы разважаем зараз пра якаць, пра навыкі журналістаў, але пытання ў тым, што аудыторія мусіць давіраць таму, што мы ім прапан... не ў сэнсце, я не журналіст, ў сэнсце, што журналісты ім прапановыць. Ну я так ўже вайшоў ролі, кажу, мы... Становіцца актуальными дапалніцільныя умэні і навыкі журналістам. Так, і ў гэтам як така великая праблема, як захаваць давер, таму, што мы не можам навучыць... Ну я не разуміць, я думаю, што не вводн журфак не можа навучыць, як ну там даверіцільна, больш, ну як бы там звертацца да некай аудыторый, да, гэта, ну так, амальшто манипуляція, да, але як бы як медэям захаваць давер, ў сэнсце, чаму мы мусім ім давіраць. Ну гэта як така асновная праблема. Ну, калі... Настя, учили на журфаке что-то такое? Нет, абсолютно. Ну да. Можна ще да не дошла. Абсолютно. Заткнула великолепную, вернее, очень большую по важности проблему. Дело в том, что университеты і школи журналистики, ведь вони образовались где-то в конце XIX, скорее, начале XX века в Штатах. Почему? Потому що жуть була, якщо ви помните Твена, журналистика в Теннессі, там уже, там убивали людей, журналистів, да? И публика отшатнулась от такой журналистики, а не поняли. Нет, надо вводить нормы, этические нормы и стандарты журналистики с тем, чтобы журналистика давала качественную информацию нужную обществу, да? И вот именно эти этические нормы и стандарты являются... Сертификация школ, университетов обязательно включает этические нормы и стандарты, которые человек корпораций, журналистов, должен соблюдать, иначе просто вот от него так отшатнуться и исключат из своих рядов. И он пропадает, погибает. Были и такие слова. Нет, погибали люди. Ну, это уже сейчас отвлечение будет. Один сделал в Африке снимок, когда Орел сидел возле голодающей девочки, если знаете. То есть человек покончил с собой, потому что журналистское общество от него отказалось, отвернулось. Так вот, очень важно, что журналистика несет в себе эту корпоративную мораль. Вот Алла начала дискуссию с того, что фейки, фейковая журналистика и так далее. Вот настоящий журналист, работающий в корпорации, не позволит себе ни фейка, ничего подобного. Он призван давать максимально надежную, подтверждаемую, качественную информацию. И это также одна из сторон профессионального образования. Ну вот да, я тоже хотела сказать, что вот тут и Алексей, и Эдуард затронули очень важную тему, которая в нашу эпоху постправды и фейк-ньюс очень важна по поводу анонимных телеграм-каналов, где публикуется там всякая информация, к которой можно верить и не верить. И на самом деле, я знаю, что у моих коллег, молодых журналистов, еще студентов, очень часто возникает проблема в том, что они действительно из-за какой-то своей неопности не могут отличить эту правдивую информацию, это неправдивый. Я понимаю, что, возможно, именно с этим связаны риски, о которых говорил Денис, что на онлайнер не брали стажеров, может быть, даже поэтому. И вот вопрос, а вот как этому научить, или это может прийти только с опытом? И может быть, вдогонку, кто вот медиа-менеджер здесь находится, может быть, есть какие-то, не знаю, своды, какие-то правила внутри редакционные, то есть знают ли ваши работники, о каких-то существующих, может быть, стандартах, например. Да? Руслан? Там, кстати, еще блогеров обидели. Я не обижаюсь. Я думаю, что самый простой способ обнаружить перед вами фейк или не фейк, это поискать фото и видеосвидетельства описываемого события. Потому что в мире, где у каждого лежит в кармане телефон с камерой, который снимает лучше, чем 20 лет назад камера снимали, профессиональная, ну, в общем, смешно. Когда говорят о распятом мальчике в Славянске, там на площади, нет фотографий распятого мальчика, ну, как бы, понятно, что и мальчика нет. Если говорить про анонимные телеграм-каналы, которые рассказывают какие-то чудесные факты о встречах тайных всяких правителей мира, то, ну, к этой глупости тоже нужно относиться просто как глупости. Очевидно, что если площадка начала зарабатывать себе такой имидж, то неспроста, и по умолчанию нужно ко всем анонимным каналам как бы относиться со скепсисом, как минимум не доверять с первого раза там всему написанному. Иногда просто очевидно, что по стилю там какого-нибудь канала типа не загорят, особенно в последнее время ведет школьник между уроками, поэтому, ну, просто видно, что, ну, это как бы какой-то человек с очень маленьким жизненным опытом. Ну, в общем, мне кажется, часто очень очевидно, где фейк, где не фейк. Вот как Биллинс Кэтт открыла действительно источник, кто сбил малазийский Боинг, да? Ну, вот великолепный пример того, как можно все расследовать, сеть позволяет. Да, Эдуард, как раз с языка. Да, вот был тренинг Кристиана Триберта, ну, вот, например, один из материалов, который, да, то есть все доступно. Кристиан, кстати, открыт к тому, чтобы взаимодействовать, он дает разные задания журналистам можно практиковаться, спрашивать, узнавать, вот, просто по... с помощью каких-то инструментов. Я хотел чуточку поспорить с Денисом. Да. Мне кажется, сегодня и фото уже не всегда можно доверять, особенно если фото не какого-то конкретного уникального события, к примеру, протесты или, не знаю, войны. к примеру, да, фото может быть манипулировано, фото может быть давнее выдано за современное, фото может быть выдано с одной войны за другую войну, там в Венесуэле вот недавно ходили очень активно фотки позапрошлогодних протестов, выданные за сегодняшнее, и все их твитили, в том числе, и постили в Фейсбуке, в том числе у меня в ленте. Вот, поэтому сейчас уже и научились на Западе делать дипфейк-видео, когда очень присматриваться нужно к видео, чтобы отличить, что этот человек, которому наложили как бы голос, его же голос, потому что машина уже может продуцировать и голос, и зачитывать текст, который этот человек не говорил, нужно очень долго присматриваться, чтобы понять, что это все-таки манипуляция. Дальше технологии будут становиться только лучше, и можно будет с их помощью заставить любого политика сказать на видео все, что угодно. И без просто с беглым взглядом мы это не отличим. Но отвечая на на вопрос Насте, вернее, о том, я не набираю людей на работу и не учу их, слава Богу, и я просто думаю, что есть базовая черта, которая должна быть присуща любому журналисту, что-то вроде такой профессиональной гигиены, вообще не верить практически ничему, и исходить из презумпции того, что все вокруг тебя неправда. И ты должен найти причину, почему ты доверяешь этой информации, а не искать причину, что в этой информации не так. Мне кажется, такой подход это такой гигиенически важный подход. И дальше уже просто каждый человек, каждая СМИ, каждая редакция выстраивает у себя в голове, иногда в кодексах каких-то внутренних, иногда просто в головах журналистов, некую иерархию репутации источников. И ты понимаешь, что Live News врал примерно с периодичностью раз в неделю. и ты понимаешь, с какой вероятностью примерно ты можешь относиться к этой информации с доверием. Ты понимаешь, что Белопан на моей памяти не врал никогда. И ты понимаешь, что если Белопан напечатал, то это серьезно. Это для тебя, это проверенный источник. Проверенный источник априори. А для белорусскому закону это еще и законодательно достоверный источник. В смысле, все агентства, если мы ссылаемся на информацию новостных агентств, зарегистрированных, мы не несем ответственности за это, потому что они несут. Вот у нас такое законодательство интересное. И для меня часто, мне кажется, первый, скажем так, фактор, по которому можно понять, что журналистика это не ваша, это если вы слишком доверчивый человек, и это неискоренимо. Вот если вы верите всему тому, что вам говорят, вам сказал один человек, вы поверили ему, вам сказал другой человек, вы поверили ему, и вы к самому очень склонны, и это прям будет невозможно из вас выбить, то подумайте о смене профессии лучше заранее. Либо старайтесь выжигать это каленым железом и понимать, что даже если вам друг рассказывает о том, как его бросила девушка, какая она нехорошая девушка, или ваша подруга рассказывает, какой козел у нее парень, что он ее бросил, ваш первый рефлекс должен быть это одна сторона, есть и вторая сторона, даже в таких вещах. Вот когда у вас вырабатывается этот абсолютно больной рефлекс в обычной жизни, подвергать сомнению все, что вы слышите даже от тех, кому вы привыкли доверять, вот тогда это первый шажок к тому, что вы, мне кажется, готовы. Спасибо большое. Андрей? Да, вот Артем все правильно сказал, примерно все то же самое я хотел сказать, что то, что позволительно простому читателю, потребителю новостей, то не позволительно журналисту. журналист, конечно, должен всегда сомневаться, особенно если он не участвовал в этих событиях, в этой новости, хотя даже если участвовал тоже, можно поддаться эмоциям. Если опять вернуться к тому, к молодым журналистам, боясь того, что они что-то накосячили, что-то неправильно сделают, для этого есть и структура редакции, для этого есть какой-то руководитель, есть редактор опытный, который всегда должен помочь, подсказать, и отфильтровать уже на каком-то своем уровне ту информацию, которую приносит журналист. С годами вырабатывается такое чутье, когда чувствуешь информацию, какая она на вкус. В принципе, такое у нас, сейчас многие стремятся, что-то случилось, бегом все на сайт дать, и потом приходится извиняться. Лучше немножко проанализировать, дать чуть позже, но основательно, чтобы потом не было стыдно за бесцельно прожитые годы. А у меня вопрос к Биктуру. на самом деле, да, не боялись ли вы, что вот молодежь ваша накосячит, тем более расследованиями же занимаетесь? Я думаю, такой страх всегда есть, когда ты работаешь с начинающими журналистами, но в нашем случае наверное, роскошь, которую мы всем можем позволить, и с самого начала могли себе позволить, это то, что мы, будучи некоммерческим изданием, с самого начала особо не стремились к, допустим, просмотрам как главному индикатору успеха, и мы могли себе позволить дольше работать над меньшим количеством материалов, и как бы при этом качество того, что мы выпускали, было для нас приоритетом. В принципе, оно так и осталось, по сути. Другое дело, что просто штат вырос, и поэтому и в целом как бы мы стали потом впоследствии придерживаться темпа и других СМИ тоже. Но это было очень важным принципом с самого начала, что какие бы ни были талантливые молодые журналисты, если они только приходят в нашу школу, то с ними по-любому работает кто-то, у кого больше опыта. И постепенно, что хорошо, со временем росло количество тех, у кого было больше опыта. В первые самые годы было сложнее всего, но постепенно как бы сложилась и система тоже в нашей школе, когда приходящие, допустим, новенькие студенты, они на второй неделе уже начинают работать над своими первыми материалами. И, конечно, это еще не расследование, это что-то намного проще. Но у них всегда есть некий ментор или менторка из тех, кто учился до этого. И они по-любому работают в группах с кем-то более опытным, а с ними впоследствии уже, когда идет работа непосредственно над уже написанным текстом, с ними работает еще более опытный кто-то из редакторов. То есть, как бы такая двухступенчатая система проверки и так далее. Мы обжигались не один раз. У нас один раз, когда мы открыли партнерскую школу во втором повеличении в городе Кыргызстан, мы случайно опубликовали полнейший фейк. Просто он так убедительно выглядел. Нам пришлось извиняться кровавыми слезами. И это тоже, наверное, наша отличительная черта, что мы извинялись и всегда признавали, если мы, короче, облажались. Вот. Но там просто один студент школы выдумал историю от начала до конца. Но он так убедительно это сделал, что редактор на месте, который был, блин, спокойно это пропустил, короче, на сайт. И потом нам звонил герой этой истории и говорил, что за фигня, вообще меня не было. Нам история еще была такая про то, что якобы местный санавиатор в своем кукурузнике стал свадебные церемонии проводить. И там настоящие все имена были людей. Абсолютно. И даже какие-то фотографии были этого самолета. Вот. Но потом этот пилот звонил нам и говорил, что он никогда такого близко даже не делал. И это было давно. И потом мы установили еще более жесткий стандарт того, как мы перепроверяем то, что студенты, допустим, дают. А именно в том случае, я так понимаю, студенту хотелось просто зарекомендовать себя как крутого журналиста, наверное, не знаю. Ну, то есть была, видимо, какая-то такая мотивация. Вот. И да, со временем выработались эти стандарты проверки, перепроверки того, что мы выпускаем. Но расследованиями, как правило, занимаются все-таки не те, кто только пришел. Обычно расследованиями уже такими именно серьезными политическими особенно начинают заниматься те, кто уже типа два, там, три года у нас. Спасибо. Но учитывая, что они типа в 15 начинают, они могут и в 19 начать это делать. То есть они все равно могут. Политические расследования все равно и развиваются. Самое главное. Знаете, важно, мне кажется, не страшно ошибаться, да, что-то делать, ошибаться. Это гораздо лучше, чем ничего не делать, да, и тогда не будет ошибок, конечно. Важен вот этот фильтр, который потом отсечет, все-таки не даст этой информации выйти дальше из редакции, да, выйти уже для всеобщего обозрения. Этот фильтр очень важен, очень нужен. И когда ты являешься коммерческим СМИ, который зарабатывает там на офис, на печать газеты, на создание сайта, на зарплаты, да, это очень велик соблазн, конечно, вот за этим семиминутной какой-то, такой может быть, ну не семиминутной, а выгодой. Знаете, вот пример мне сейчас пришел в голову. Помните эту ситуацию безумную несколько лет назад, когда все начали публиковать новость о том, что умер очень известный человек, да, белорус, там, мобильский лауреат, вы помните на всю ситуацию, да, когда это пошло, да, не будем называть имя, вы догадаетесь, это пошло даже по информагентствам, российским, правда, насколько я помню, да, и был безумный соблазн, и мы понимаем, я вот сидел вот прямо над кнопкой вот так вот, да, кнопка вот, enter, да, вот с пальцем, и была написана эта новость, эта заметка, да, но вот надо было нажать ввод, и она бы стала на сайт. Но, и мы понимали, что мы проигрываем, что уже у всех стоит почти, дозвонились в Японию и узнали, что все в порядке с человеком, да, и мы быстро поменяли немножко, конечно, подачу, заголовок, и мы это выдали, но уже не ту новость. Чего вы смеете, не понимаю? О том, что слухи об этом, они не подтвердились, да, то есть заметка была такая. Ну, немножко смысл заметки поменялся, не подтвердились, в принципе, да, вот, это был большой соблазн, да, и ты понимаешь, что там, знаете, ну, пусть даже вот эти там, какой-то, с кружа Макдака, доллары в глазах, ты понимаешь, что трафик уходит, и деньги уходят, да, и ты мог бы рубануть сейчас там, но, но вот есть вот это чутье, про которое говорили, да, и есть вот это понимание того, что выдать вот эту, такую новость неподтвержденной, это, ну, это сильный удар по твоей репутации, да, по репутации здания, в котором ты работаешь, поэтому тут надо вот чувствовать. Ну, вот как в Ростовске тоже не умер, но он умер, и сколько раз уже хоронили, даже на самом фейсбоке запостил право для друзей, что рип, там вот все, потом выяснилось, как бы, что нет. А вот по поводу, значит, смертей, да, вот вспомнилось, когда умер Французом Миттеранзе, на сушеном году, на следующий день газеты вышли, что немецкие, что французские, с огромными приложениями, то есть они к смерти готовились, вот, то есть тут немножко другая сторона. А вы можете представить, сколько в английской прессе заготовлено материалов? Да, это понятно. Да, конечно, конечно, да. Более того, в случае, когда кто-то, я сама слышала, это же была просто поражена у немцев, в случае тяжелой болезни готовится несколько вариантов, да, умер, выздоровел, стало легче, то есть это просто все лежит заготовленное, это про нажатие на кнопку, да? Да, не только последние строчки надо менять, я понимаю, все остальное уже состояло. Заголовки. Вы знаете, сам признаюсь, когда в 2005 году умирал Карл Левая Тоган, же Иоанн Павел II, заметка у меня лично была подготовлена и я как бы ждал сообщения. Ну, это жизнь на самом деле, это некрасиво, неправильно, этически, но к этому шло, и поэтому вот, преодолевая себя, вот приходилось писать, быть немножко циничным. Но опять-таки не поставить раньше, чем случилось. Это совсем не в тему, но просто вспомнилось, когда я как-то перепутал дату рождения бывшего спикера Верховного Света Дементея и подумал, что у него юбилей, а сделает Касанагат позже. Ну и получается, это было как бы вынудно отмечать заметкой его там, с 81-летия или что-то такое. Я просто оставил всю заметку на момент, когда как бы пригодится она в качестве некролога и пригодилась. Очень-очень цинично, но вот я просто о том, как немножко так погружение в будни циничной журналистики. Если делиться, то я могу тоже коротко. Однажды мой шеф вошел к Ельцину, это было накануне Совета Главгосударства, я был пресс-секретарем СНГ. Вошел, и я тут же нажал на все кнопки, всем по горячим линиям, ТАСС, АПН и так далее, в Москве все пошло. Значит, что вот такая-то повестка, президент стран СНГ обсуждает то-то и то-то и то-то, звонит помощник, через полчаса говорит, слушай, они еще не вошли, там какой-то маршал впереди нас проскочил. То есть факта не было и может быть еще и не примет. То есть полчаса экстрима, это для меня такой эпизод в мемуарах тоже есть. Мы тут немного углубились, наверное, в тематику фейк-ньюс, но все-таки здесь, как мы уже поняли, сидят студенты журфака, которые пришли услышать, что все-таки им делать. Да, мы много говорили о том, да, ну вот сейчас мы много говорили о том, как это все работает и чего ждут редакторы, но что вот делать вот этим людям, которые сюда пришли послушать. И вот здесь, кстати, хорошо Артем сказал, что про политические расследования, да, их нет. Давайте, может быть, подумаем, чего реально нет и куда реально может развиваться молодая белорусская журналистика. Не знаю, предположения, На вторую часть вопроса, наверное, ответят лучшие редакторы, которые опытны. И то, и другое. Какие новые ниши возможны для молодых журналистов. Вот уверен, что вот то, о чем вы, Эдуард, говорили, очень много чего на стыке. То есть между журналистикой и обработкой информации и подачей, дистрибуцией контента, вот все это, такой непочатый край. И я думаю, здесь молодым журналистам, если есть к этому склонность и интерес, будет всегда много работы. А совет-то, по-моему, банальный. Я уверен, что вы все его не раз слышали, идти как можно раньше работать. Это базовый фактор, который будет отличать вас потом от ваших конкурентов на рынке труда. Это то, что от вас будут ждать редакторы. Это опыт работы. Как я и говорил, месяц опыта ценнее года на журфаке. Год опыта работы к концу вуза это просто гигантское конкурентное преимущество. И поэтому, если есть возможность совмещать это с учебой, я не знаю, как на журфаке с посещением. В моем вузе все было очень либерально. В моем факультете в БГУ было все очень либерально. Я просто пятый курс, например, в принципе, не ходил на учебу на дневном. Если есть возможность и желание перевестись на заочку, делайте это и занимайтесь работой. Если вы хотите работать в этой сфере, разумеется. Если вы пошли на журфак ради некого общего гуманитарного образования, это окей, хорошая цель. Я ничего против не имею. И тогда получаете задание в полном объеме. Но понимаете, что придя к финишной черте учебы, человек, который учился на четверке и по десяти балке, и работал уже полтора-два года, его оторвут с руками, а у вас, может быть, нет. У меня конкретная рекомендация. Дело в том, что мы сейчас размышляем об образовании как о чем-то застывшем, монолитном, как единый кирпич. Оно же уже давно двухзвенное, как минимум. Кроме того, еще и варианты. То есть бакалавриат и магистратура. Беларусь номинально записали в баллонскую систему, но фактически этой баллонской системы нет. Однако, ребята, высшее образование – это шведский стол. Берите все, что вы хотите, по вашему аппетиту, вкусу и способности переваривать. Я бы рекомендовал, например, бакалавриат базовое, может быть, даже с уклоном филологическое образование, социологическое, философское, то, к чему тяготеет. А магистратуру можете найти в другой стране. У меня дочка в Швецию поехала в магистратуру заканчивать после международных отношений в БГУ. И замечательно устроилась, да? Значит, в ЕГУ у нас, например, по программе «Размус» после первого курса, второго как-то там можешь езжать в Германию, во Францию, Бельгию, Голландию. Там стажировка в СМИ. Некоторые остаются, некоторые возвращаются, но уже с опытом языка, жизни в той стране и работы в иностранных медиа. Багонская система де-факто – это очень хорошая вещь для студентов. Поэтому сами выбирайте, что вам лучше. Не просто записали на журфак. Вот надо пахать пять лет, проклиная его, черт подери, теряя молодые годы. Кстати, теряя молодые годы – самое ценное. Чтобы платить до 30 лет, то будет ваше. Можно выше тланочку взять, тогда и остальное пойдет уже по накатам. Поэтому Багонская система, двухступенная система образования – это, по-моему, выход, то, что можно выбирать молодому человеку. Я так думаю. Убежден. Но при этом не забывайте, что в журналистике много денег вы не заработаете. Ценный совет. А вот в логике… Немножко можно, да. Чуть-чуть. Мне кажется, и в журналистике можно не так сказать, что прям совсем такая бедная профессия, что ничего не заработаешь. Я могу сказать совет такой из практики моей личной. Когда приходит журналист устраиваться на работу, я обычно у него спрашиваю, в каких изданиях он опубликовался. Ну, это очевидно. И если среди этого списка изданий нет изданий с серьезными именами, то у меня сразу возникают вопросы. Почему? Потому что человек амбициозный, опубликоваться в любом крупном издании страны ему не состоит от труда. То есть верный признак того, что человек не очень хочет в своей профессии к чему-то стремиться, это отсутствие публикации в большой прессе. Поэтому старайтесь не просто публиковаться, старайтесь публиковаться в местах с большими именами. Может быть, кому-то еще есть что-то добавить? Давайте я добавлю. Смотрите, по нишам, да, там вот первый вопрос был, какие ниши есть. На самом деле, да, очень не хватает. Ну, контент произвести сейчас могут многие, да. Очень важно доставить этот контент потребителю, читателю, ну, или там зрителю, да. Вот с этим большая проблема. Если вы это умеете делать, либо этому учитесь, это, ну, огромное поле для деятельности, огромное поле для того, чтобы найти себе работу. А что делать молодым? Да приходите. Есть желание, приходите к нам, научим, поможем, наставим. Вот так. Я бы еще не стал бы недооценивать возможность самим что-то начинать. Мне кажется, очень дешево стало сейчас с этим делать. На самом деле, в этом плане намного сложнее это было в 2006 году или в 2007 году, потому что тогда, чтобы нам начать делать то, что мы делали, во-первых, некому было нас этому научить. Во-вторых, сейчас есть абсолютно все площадки, на которых можно начать что-то свое делать. Они абсолютно бесплатны в том, чтобы там начинать. Я не знаю, можно экспериментировать со своим YouTube-каналом или, я не знаю, даже в Инстаграме СМИ замутить. Почему бы и нет? И просто тогда, допустим, в 2006-2007 году это просто не получилось бы, потому что этих площадок даже не было многих. Либо было дико дорого смотреть. Мы когда-то пробовали первые видео сделать в 2009 году, когда у нас типа платный трафик в стране был. Люди просто не смотрели эти видео. Вот. А сейчас я понимаю, что как бы вся инфраструктура есть. И на самом деле мой сын, у меня есть 8-летний сын, он смотрит на YouTube всякие прикольные каналы. Я обнаружил, что там белорусские каналы периодически выскакивают. Они, конечно, иногда трэш такой выкладывают, но иногда очень интересные вещи. Я недавно посмотрел потрясающее видео про то, как они исследовали какие-то ребята, самую дешевую гостиницу в Минске. И они там ультрафиолетовым лампой проверяли, сколько в ней там грязных мест и так далее. И главная моя мысль на это интересно была. Я потом тоже смотрел, и мне тоже это интересно стало. А потом в этом же канале я увидел, что у чувака там явно, судя по всему, немало денег. Вот, потому что он с рекламой что-то получает. Ну то есть как бы есть вот эта вот абсолютно новая какая-то плоскость, хотя она не новая, ей уже лет 10, но в любом случае есть возможность что-то свое начинать. И это намного проще стало, чем, я думаю, когда-либо в прошлом. И это можно делать минимальными ресурсами. И мне кажется, не стоит бояться начинать такие вещи, экспериментировать. Если провалится, ничего страшного, потом что-нибудь другое можно начать. Еще один момент, должна быть универсализация. Сейчас как бы журналист, он не только писатель, читатель, но он должен уметь снимать, обрабатывать. И самое главное, конечно, повышать уровень грамотности. Потому что журналист, пишущий с ошибками, тот, который представляет резюме, и в нем, условно, слово агентство, отсутствие буква «Т», эти люди сразу отсекаются. Если говорить про ниши, то я бы еще вот что сказала. Наверное, все редакторы меня поддержат. К нам всегда стоят просто очереди людей, которые хотят писать о культуре, о кино, о музыке. Это просто вот в длинной очереди. Но нам всегда, всегда редакторам медиа, трудно найти людей, которые хотят и готовы писать об экономике, о политике, искать хорошие социальные истории. Вот просто когда вы прикидываете свое будущее в журналистике, понимаете, что есть ниши, в которых невероятная конкуренция, а есть ниши, в которых до сих пор не закрыты, в которых постоянно есть дефицит. И поддержу тоже Виктура, что сейчас настолько много есть технологических возможностей, очень дешево делать качественные свои продукты, на которых можно тренироваться. Есть тильды, на которые можно делать прекрасные, крутые сайты. Есть множество инструментов для опросов. Вы тоже, если на сайте пресс-клуба поищите, вобьете слово «инструменты» в поиск, вы найдете там просто списки этих инструментов, которые разные наши лекторы давали. То есть сегодня все это можно, и тренируйтесь, пока можете. Есть еще у кого-то реплики? Я предлагаю сейчас задать буквально несколько вопросов, на которые мы ответим из зала, и потом у вас будет некоторое время просто возможность пообщаться с нашими спикерами наедине. Есть ли вопросы? Поднимите руку, если у кого-то они есть. Будущие журналисты. И тут я расскажу короткий анекдот, как я однажды помогала сделать две пресс-конференции в рамках «Восточного партнерства». И на одной были журналисты «Восточного партнерства», а на другой – западные журналисты. И вот на конференции журналистов «Восточного партнерства» мне было стыдно, потому что не было задано ни одного вопроса. А вот на конференции с западными журналистами политики просто наши оплоумели, потому что им задавали точные, подготовленные вопросы, и они просто ушли и сказали, а что это было. Ну и обратная крайность бывает веселая. Я вот работал на одном саммите, кстати, «Восточного партнерства», я не помню, где это было, по-моему, это 16-й год. Нет, в 16-м не был саммит, значит, наверное, был какой-то другой саммит. Но там были все министры иностранных дел Евросоюза, они ходили мимо, и мимо шел и Владимир Маккей. И журналист BBC, английский, которому, видимо, было задание у всех проходящих, поскольку там большинство европейских министров, спрашивают про Brexit, ну вот про выход Британии из ЕС. А он же не знает в лицо всех этих министров, ну, мало их кто знает, кроме, может быть, организаторов. Там, ну, министр иностранных дел Македонии, там какой-нибудь, я не знаю, или Кипра. Ну, сразу не сообразите, особенно если они там замов послали вместо себя. И у Маккея тоже начали спрашивать про Brexit, типа, что вы думаете об этом? Ну, потому что у человека была вот конвейер, ему нужно у каждого проходящего мимо спросить один и тот же вопрос. Да, и это было очень забавно, как Маккей от имени, видимо, в глазах этого журналиста, какого-то министра иностранных дел какой-то европейской страны, рассказывал, как мы очень плохо относимся к Brexit, у Европы должна быть единой, говорит Владимир Маккей, министр иностранных дел в Беларуси. И тот записывает, да-да-да, почему? Ну, потому что вот такая баланс сил, Россия и Америка, нам нужно, чтобы была сильная Европа. Такой довольный Маккей ушел, что у него спросили про такой важный мировой вопрос. И мне кажется, только журналисты вокруг сообразили, что там произошло, ну, которые знали, кто мимо них идет, и посмеялись, что это я к тому, что, ну, иногда лучше... Замолчать. Не, ну, лучше иногда задавать вопросы осознанно. Если вот, я не знаю, ребятам все понятно, то, может быть, мы хорошо сделали свою работу. А эта ситуация напоминает старый советский анекдот с журналистом, которая произошла. Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу, да? Если вопросов вдруг не появилось, тогда можно я воспользуюсь моментом, чтобы порекламировать завтрашний ивент? Ну, скорее такая прелюдия к завтрашнему. Просто это, кстати, вполне может помочь в развитии своей карьеры. Мы реально в своем здании постоянно принимаем стажеров. И мы очень рады стали в Котвен принимать их не только из Кыргызстана. И за последнее время у нас немало людей побывало в наших тренингах из других стран тоже. Некоторые сидят здесь в зале. Вот. И если вам реально интересно это, то я был бы рад увидеть вас в нашей стране. И это сначала звучит не очень сексуально, звать людей в Кыргызстан. Но я, знаете, да, когда мы брали на работу девушку из Украины, про которую я упоминал уже, я где-то час ей продавал эту идею, почему ей надо к нам переехать. Вот. И аргументация у меня была такая, что с одной стороны, в Восточной Европе, я заметил это, и в постсоветской части Восточной Европы, все очень евроцентрично. И это, конечно, прикольно. Но на этом фоне немножко теряется вообще весь остальной мир, какой он есть, со всеми его безумно интересными регионами, историями и так далее. При этом международный опыт, который вы из этого получите, он будет бесценным. И как пункт в резюме он точно будет огромным-огромным плюсом в дальнейшем. Если вы в молодом возрасте решились и поехали куда-то в другую страну, что-то изучать и о чем-то писать, то, мне кажется, эта вероятность построения успешной карьеры увеличивает во много раз. И при этом, по крайней мере, в Кыргызстане это будет точно намного проще, потому что, во-первых, виза не нужна вам. Мне нравится этот selling point Кыргызстана. Вам не нужна виза, и с регистрацией все просто. По-моему, ее даже не нужно делать. Но, в общем, да, и в целом при этом у нас такое интересное сочетание очень много чего происходящего в нашем регионе. А конкретно именно в Кыргызстане при этом достаточно высокий уровень свобода слова и есть реально и все эти расследования политические и так далее. И всю эту кухню вы изнутри можете смотреть. Так что, если вдруг кому-то это интересно, завтра приходите в это же время. В 19 часов. Я буду очень подробно и долго рассказывать про это все. Ну и вы, может, у вас вопросы появятся. Еще один момент. Если будет приходить в какую-то редакцию, ничего не бойтесь. Задавайте вопросы, потому что в журналистике, ну, в нормальных коллективах нет понятия возраста, никакого джизма у нас как бы нет. Все коллеги, то есть не надо бояться, что вопрос будет глупый. Ну, можно подойти и спросить, можно глупый вопрос, никаких проблем. Глупый будет потом, когда ты будешь что-то писать и чего-то не знать, именно потому что что-то не спросил у коллег. То есть все должны быть как бы внутри свободно и, соответственно, будете внешне. Я хочу спросить у Насти. Настя, у тебя есть вопросы? Упс. Человек, который, ну, в общем-то, послужил, скажем так, тем маленьким вихрем, который сделал тему этого медиатока. Ну, на самом деле, на большинство вопросов я бы и сама могла ответить. Ну, то есть потому что я уже три года работаю в журналистике, и, ну, к сожалению, журфак мало чего мне дал, кроме, кстати, связи. Я хотела об этом сказать. То есть, наверное, если бы не журфак, то я бы не попала ни на практику на Тутбай, ни на Еврорадио. Ну, вообще, в принципе, наверное, ну, если бы я поступила на юрфак, хотела изначально, и, кстати, буду поступать, то, ну, да, наверное, сейчас… Ну, то есть все вопросы, которые я хотела задать, я задавала. У меня даже не вопрос, у меня скорее комментарий, который, возможно, как-то, может быть, ну, не то чтобы закруглить всю дискуссию, но он объединяет некоторые тезисы, которые здесь прозвучали. Их два. Первый тезис – это касается того, что журналистское образование как способ стать журналистом, сколько это важно или нет. И второй тезис – это то, что вход на рынок в индустрию, в журналистике, он достаточно дешевый. Пример из Англии. В городе Бермингвен есть отличный университет, на котором нет журфака. То есть там вообще журналистику совершенно не учат, но при этом два студента, один из них инженер, второй строитель, создали совершенно прекрасный университетский ресурс, который называется readbreak.me. И вот, собственно говоря, это и есть иллюстрация. То есть совершенно необязательно иметь какое-то образование в точке зрения журналистики, чтобы делать что-то интересное и вход действительно дешевый. И для меня процесс обучения на журфаке… Я, к сожалению, один раз принимал экзамены на пермском журфаке, и меня поразили вопросы, которые задавались студентам. Один из них был, кто был главным редактором литературной газеты в 1966 году. Второй был вопрос, в чем смысл эссе какого-то, в общем, известного в узких кругах журналиста готовых в 70-х. И их дипломные работы были в духе, например, освещения культурной революции в СМИ. То есть практически ценности нет ни у вопросов, ни у дипломных работ. И, как мне кажется, что обучение, если вдруг люди действительно поступили на журналистику, то для меня это было бы… Ну, если бы я учился. Для меня это был бы такой вдохновляющий опыт. То есть журфак, он должен вдохновить человека учиться дальше, копать истории, изучать какие-то сопредельные области. И, как мне кажется, главное свойство журналиста, человек, который опускается с журфака, это любознательность. И если это есть, то я думаю, что дальше будет все остальное, потому что ты постоянно будешь учиться. И широкий кругозор тоже, конечно, очень важен. Но это как бы производное от любознательности. Поэтому вот если люди действительно поступают на журналистику, я бы хотел им посоветовать вдохновляться. По профессии, потому что по профессии на самом деле номер один, как мне кажется. Я большой фанат, хотя сам я закончил факультет аэрокосмический по специальности авиационные двигатели и энергетической установки. Проработал по специальности полтора года и понял, что мне это действительно не сильно интересно. Зато я знаю, почему самолеты крыльями не машут, когда летают. Это не только помогает мне знакомиться с девушками, но это, в принципе, помогает мне понимать… Ну, знать, где искать какую-то информацию. То есть я работаю с расправочниками, знаю, как ее интерпретировать. И к вопросу о том, какие еще могут быть сферы применения, да, вот каких-то журналистских навыков, это, конечно, данные, большие данные. И умение их интерпретировать. Потому что данных масса людей, которые могут из таблицы найти интересный повод, их очень мало. Я думаю, что это очень серьезная ниша. Ну и, как правильно было сказано, любой журналист – это скептик. То есть не верьте никому на слово, вообще никому. Если позволите, раз мы уже открыли вечер английских баек, я недавно просто тоже был в Англии и учился там. И вот я учился в лондонской школе экономики. Не обращайте внимание, что там экономика в названии, это такой широкий гуманитарный вуз. Я учился на факультете, название которого ближе всего к журфаку – факультет медиа и коммуникации. И вот у меня была специальность моя, называлась политическая коммуникация. И в первый день, или в одну из первых дней, всех нас знакомили и спросили. Я просто перед тем, как я расскажу эту историю, к чему она. К тому, что разрыв сейчас происходит не только в смысле, что в журналистику приходят люди не из медийного образования, но и медийное образование получают люди, которые не хотят стать потом журналистами, что интересно. И что я увидел, что из 30 человек в моей специальности опыт журналистики был у двоих. У меня и у одной девушки из Чили. хотели стать журналистами еще двое человек. Все остальные 20+, 25+, не хотели, никогда не работали, но пришли обучаться медиа. Это я к тому, что, мне кажется, мы должны отходить из этого советского восприятия образования и карьеры как чего-то, что связано одной цепью. Можно действительно отучиться хоть на философа, хоть на аэродинамику, хоть на физика, лирика, и потом найти себя в журналистике. И наоборот, можно получить офигенное медийное образование, литературное, филологическое, и осознать, что ты, к примеру, не знаю, учитель или репетитор, или там хочешь работать с людьми, или писать книжки. То есть не надо воспринимать. И к чему вся эта такая затянувшаяся байка? Это история с моралью. Мораль в том, что если вы понимаете, что вы не хотите работать, идти в медиа, отучившись на журфаке или учащись на журфаке, в этом нет ничего вообще страшного. Это здорово, что вы это поняли раньше, а не придя в редакцию. И вы не потеряли время в этом смысле. Я благодарю всех наших спикеров, которые нашли время и пришли сюда. Наших зрителей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.